Первое место есть, но мотора нет Дырка, посмотри, вот она, вон она Ого, ничего себе Да, это нечто иное, чем про мод Как вам такой руль? Кем ты переключаешься, расскажи мне Вот это называется смерть сцеплению И муфти ГТР стартанул позже, но он его просто разорвал Она никогда в своей жизни так не буксовала Вот это мне нравится, это реально круто Ну что, ребят, второй день Классная погода Сейчас 10 часов утра Уже начались тестовые заезды Сегодня намного больше интересных машин Поэтому не теряем времени День-два, лут, погнали Я быстро еду для этого класса Да? Едь медленнее, Серега Ну, Серега, мне это видно А если медленнее, то я могу где-то вылететь Как вчера Ну, найди какую-то середину Ну, сейчас буду искать Я вот уже вижу, еще я массу трогаю Массу трогаю Да, вот Ну, еще потрогай Ну, чуть-чуть Давай, Серега, давай, давай Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Что вы там? Готовимся Главное, чтобы тоже не пахнет Да, да, что там стоит вот это? Я не знаю, но там какой-то корж блюды Пошли посмотрим Посмотри, какая там дробина Какой дроссик Это сезла приедут Ё-моё Это какой-то мини-драг Лютый Хорошо, что там? Сейчас я имею в виду О, мини-драг Здравствуйте Что, как сегодня? Ну, зеленая ничего Ничего, да? 9,3-9,4 Уже проехали, да? Да, аккуратно Надо будет драги в зеленую поставить Посмотреть, что здесь Будете, да, еще ехать? Бук, все равно много букса Ну, все равно интересно Все, это же полустырька Это же не стырьки Конечно И, на самом деле, по-моему, 0,9 100-200 интересно узнать Ну, быстро, наверное Наверное, быстро Ну, все, я там буду стоять драги ставить Будете заезжать Смотреть Хочу побольше машин померить Здравствуйте Как настрой? Нормально Надо будет вам драги поставить Замерить 100-200, 0,100 и так далее Серега, что там? Подожди Иди сюда Интервью там, короткий А ну В общем и целом Вчера Вчера Я нашел, что Сережа Забыл заправить машину бензина Потом целые сутки Сережа тут Бил и ел шашлык И не заметил разъем Который перепилило Ремнем Который можно было еще вчера починить И даже вчера поехать Так Ну он решил посмотри А мало того Он зарегистрировался И был уже готов выезжать на заезд Без работающей-то сольной помпы Чтобы кончилось тем Что отобывало бабах И все Но он решил заглянуть И все Увидел и нашел И сейчас Сережа это починит Так И наверное даже поедет Так А ничего не надо больше не Ну может быть надо будет башку снимать Шлифовать Здесь она перегрелась Но это такое дело уже А ну дай гляну Вот такие вот могут быть проблемы Просто из-за того Что где-то перетерло провод Ну что у вас сегодня О Переобули Надо слышишь Драги поставить Ты когда будешь ехать? Сейчас будет собираться Все Поставим драги Замерим Вот это называется Смерть Сцеплению И муфты Короче вот это один из быстрейших ГТР в Украине Там полторы тысячи сил Это устройство Просто измельчает Дорогостоящие сцепления И менее дорогостоящие муфты 8 лаучек Как говорит Игорь И сцепления Додсон Промакс За десятку нет Промот тоже у нас стоит Попробуем его замерить сегодня Вот он пока подготавливается К заездам Здравствуйте Здравствуйте Что за аппарат Расскажите по-русству Это драгстер такой Он называется Алтер Фиат Тополина Ну Тополина Потому что Фиат Что Это скорлупа Копия Фиата Был такой В 1973 году Он ездил Фиат Фиат Ау Алтер Это база Конструкция машины Это двигатель 5.7 от Chevrolet LS1 Две турбины Коробка автомат Powerglide Задний мост Ну и Четыре колеса Я смотрю Это такая Мини-версия Реально Баланцена Топфуэла Какого-то Ааа Смотрите Это Вот такая конструкция Была изначально А потом появился Топфуэл И все эти длинные Сначала Все ездили Вот на таких Ну если посмотреть Там 50-е годы Была такая Потом она Удлинялась Удлинялась И получился Топфуэл Ну да А какая мощность Максимум На максимальном На турбе Так На максимальном Грубо на 2 барах 1400 лошадей При весе 860 без меня Килограммов Сумышечное соотношение Да Ну самое Лучшее время Это 729 729 Это сантоходи В Англии Скорость на выходе 300 км Проклеенный Дракстрим Да Это ровный Он ровный Здесь я скакаю Она поставит Потому что нету Ни одного Амортизатора И она мне скотчит И я не могу Всю мощность Показать Потому что Ну Я просто воздух Поднимаюсь Понятно Еще Хоть разбиться Да А он На таким Треком По таким 8.2 Это самое лучшее Сегодня планируете Какое время Не знаю Я первый раз Выехал Ну вот Только вот Собрались Первая гонка В этом сезоне Только Я не знаю Интересно Это надо Это надо Еще Надо Накататься Сколько такой аппарат Вообще Стоит собрать Или купить Или Собрать 300 тысяч евро 300 тысяч евро То есть Это в принципе Как промоут Вот Знаете Может быть Андрея Краченко Коряк Побольше стоил Ну они тоже Там порядка 300 300-100 тысяч долларов Правда стоит 30 тысяч Грубо Ну Я раму Купил Англии Раму Делали Англичане Ну Раму Колеса Ну Не эти Были колеса И задний Редуктор Потом Все Собрали Ну Мотор Грубо Стоит 10 Собрать Сколько денег нужно Чтобы отъездить Сезон Гонок Например Несколько Заезд Матря Куда А заезды Только Один заезд Ну я не знаю Литр топлива Стоит 7 евро Литр Не Я имею ввиду В расчете На поломки То есть Вот сезон Проходит Ну что же Делать Наверное ТО Разобрать Двигатель Разобрать Коробку Ну Не знаю Порядки Ну Порядки Ну Пяти До Пяти До Десяти Что Сломается Потому что Ну Не ясно Один сезон Ничего не сломалось Только Кладыши Поменяли И поехали Дальше А то есть Пресно Можно обойтись Если все хорошо В прошлом сезоне Два раза Продуло Прокладки Головы Все Это все Меняется Тогда Шлифовка Головки Прокладки Так вот Это все Лучше чем ГТР Так вот Хорошо Спасибо Удачи Будем сидеть Андрюха Как тебе эта крень Она в России На чемпионате Ездила со мной Что Прорядка 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 8.2 Должен ехать Баригат Просыпай Что вы достаете До автомобиля Думаю 8.5 Прорядка Если хорошо Поехать Давай Смотрим Ну что 10.6 10.6 Проехал Да А мне надо Не быстрее чем 10.5 Классно Проехал Я бы он Красавчик Как под заказ Вообще Очень Очень Тяжело Мне кажется Сегодня Лучше Сегодня я бы Поставил рекорд Я со старта Я со старта От 10.4 10.3 Сразу Причем Прохладный Холодный У меня сегодня Машина Когда я проехал 11.1 Так забуксовалась Она никогда В своей жизни Так не буксовала Никогда Первую проводилась Вторую проводилась Я проехал 11.1 То есть вообще Ну здорово 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 Но ты сегодня Будешь какой-то Рекордный заезд делать? Хотелось бы Конечно Во-первых Я хочу съехать С Audi Мой приятель На Audi 900 Сильная РС 6 Синя Синя Да Это спринтековская машина Вот Я с ним очень хочу заехать Она Типа Она должна ехать Где-то 10.2 Как они рассказывают Да То есть 10.4 Она типа Проехала в горку С пассажиром Ну это значит Это не та Про которую спор Это вторая Это вторая Да Они сейчас Все будут одинаково ехать По 10 секунд А BMW M5 не видел тут нигде? М5 не видел нигде Было бы неплохо Было бы неплохо Ну вы конечно Мажоры Вы по красоте Сразу можно увидеть Печерск Печерск подъехал Киев подъехал Реально Киев Да Ну вообще Круто А седьмая Лакаре салона Хуракан По бедности Да Как бы вообще Ну так Супра стоит Да Супра стоит Хорошо Все Тогда будем двигать дальше Давай Давай Здравствуйте С новым днем Сейчас будем пробовать Да Я вам прислал результаты Можно будет еще замерить Посмотреть Может улучшитесь Можно сейчас Ну я там буду подходить Да Сейчас можно Сейчас Вы уже сейчас прям заезжаете? Да Да Давайте Время терять нельзя Да конечно Мне кажется Сегодня может быть поинтереснее Правда с зацепом будут проблемы Но прохладный Влажный воздух Это цепиев Хорошо было Словил машинку Сережа Что нам понравилось Нет Какая-то вражная Здесь все были Фресные Ты еще не стелокер Что ж подорвало Подорвало Я ему драки поставил Сейчас посмотрим Что там 100-200 Класса подросили Да-да Единственная стация Газ отпустил Потому что поднял Обор Ёбожи! ГТР стартанул позже, но он его просто разорвал! ПОТПИШИСЬ! Что там? Ооо... Все поедут прямо! И ему надо чуть выдернуть с нашей целью проехать! Продолжение следует... День рождения! Мы старались держать это в тайне, никто его не поздравлял с утра, мы на морозе, как будто бы про него забыли. На самом деле мы знали, готовились, приготовили торт, приготовили от всех пилотов и нашей Винницкой Федерации памятную такую табличку Игорю, чтобы он помнил этот день, как мы все вместе здесь отпраздновали его день рождения. Игорь, поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь для украинского драгрейсинга. Во многом это все благодаря тебе, ты делаешь крутые машины и венции нам помогаешь делать вот это все. Могу сказать, что когда-то наш высокомандник попал в аварию и Игорь берет человеку глаз, и если что определенную сумму денег, то три человеку глаз. Спасибо тебе за то, что ты делаешь вот это все. Машины, мы тебя все поздравляем! Это у нас Игорь Коряка, Матадор ГТР. Только что был заезд, не самый лучший, как сказал Игорь? Да, не самый лучший, но зацеп растет, конечно. После вчерашнего дня каким-то образом он накатался, что я со своего лаунча, там с 5200 мы стартовали, я залип. Поэтому сейчас будем поднимать, будем стараться по-другому проехать. Расскажи пару слов про ГЭТОМ. В этом году у нас двигатель 4.1, строкер. Едем сзади на сликах, впереди на радиалах. Все, что можно было, мы улучшили. Сейчас посмотрим. Вообще впрыск метанола уже у нас полностью стопроцентный. Что сейчас по мощности? Не мерили, но надеюсь 1500 будет. Мы посмотрим. 1500. Это получается один из быстрейших вообще ГТРов в Украине. Если не быстрейший, да? Ну, надо подтверждать сегодня это. Да, да, да. Потому что аналогичный по мощности у Руслана. Ну, а задок опустился немного, где-то на 1200-1300. Да, да. Какая сегодня цель по времени? А, надеюсь, 8,7-8,6 проехать. То есть еще такое нормальное время? Да, да, да. Все, хорошо. На промоте будешь лежать? Да, сейчас готовим его к промоте, пока дождь не пошел. Все, давай поставим, кстати, может, траги тоже. Да, давай, давай, давай. Вот, все, замерим. Все, спасибо. Так, сейчас поставим характерник траги. Нажать, пока не щиплення. Это очень жестко. Да. Старт. Да? Да. На ланч я на старте перетримал. Наши сибири, ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, это у нас злая Нива, да? Да, ну, пока не сильно злая. Я знаю ваши лайтовые. Какая мощность сейчас? Я не знаю. Хорошо, попробуем по времени. Это Нива, я напомню, имеет потенциал 2,5 тысячи лошадей. Сейчас нам порядка 900 тысяч сил. Посмотрим на драге, как он поедет. В этой Ниве сейчас больше тысячи лошадей-то сил. Он может выпустить. Только мы еще одно цепиться на 100 тысяч. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, короче, GTR из полноприводного превратился в заднеприводный. Муфта не выдерживает такой нагрузки и отказывается. Говорит, до свидания. Что там, муфта? Я не знаю. Ну да. 0-100 вообще 6 секунд. Что там, Серега? Все? Да. Из-за какой-то мелочи. Просто проводок отошел не туда, куда надо, да? Ну да. Все, Серега, будешь делать. Что буду делать? Машину нужно сейчас грузить на станцию. И там уже разбираться. Будем разбираться, да. Пошли, я покажу, что вообще произошло. Давай. Вот получается разъем. Да. Разъем получается бомбы. Вот она электропомба. Да. И разъем засунули вот сюда вот. И вот тут болтался. И сам рик, катал, 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 накрутило на этот. Все, его просто перееда. Помпу перебило в самом последнем заезде, когда вот он был финальный заезд за третье место. Человек, который это делал, не делает так больше никогда. Да? Ну и соответственно. И соответственно получается. Прошел перегрев двигателя. У меня температура была 137-140. То есть вентиляторы не включились, радиаторы не включились. Да, ключ выпало челка зажигания, когда он не держится. Это первая проблема. Вторая проблема. Это Сережа не заметил. Вчера перебитый провод, когда я ему сказал посмотреть под каботом. Третий проблема, что он бензин забыл заправить. Так слышишь, сиди. А что ты на чем машине бензин? Она в бензин. Да нормально, она все не ехала. Датчик показывает половину. Датчик показывает половину. Но Сережа не знает, что в машине нет бензина. Ладно, все уже. Обидно труба, да? Обидно труба. Так, два кубка, зато Сережа, а где два кубка? Надо пойти забрать. Вопрос один, метанол-то не достроили, поэтому и два кубка. А был достроен метанол, то получается и... Видишь как, а почему не достроен? Потому что когда ты выезжаешь со стендера, ты выезжаешь на дорогу. А ты выехал на дорогу? Нет. Ты был в Черкасах. В Чернигове. В Чернигове путали эти два села. И вот поэтому ты ничего не сделал. Виски с колой? Да, виски с колой. Ну что, как стабильность? Получше в Умане, да? Как сказать? Тоже прыгает. Тоже прыгает. Но 8-1 хорошее уже время. Постараемся лучше. Если получится, дождя не будет. Ну, мой заезд. А, так это не было ключи выдернув с замка. А, вот он кто! Да, да. Это заборы. Поварунжевальный сбор. Садись на спойлер. Опа, нормальная тема вот эта. Ай, слайд ногами вниз. Вот это прикол. Да, это нечто иное, чем промоут. Как вам такой руль? Ну, что-то газ, тормоз. Пару приборов. Короче, вот эта штука, чтобы вы понимали, едет фото. Из-за восьми. А что означают кнопки? Это трансбрейк. Это на старте становишься. Да. А здесь это еще не сделано. Это чтобы переключала сама передача. Пока еще только... Ты не переключаешь, а ты работа переключаешь? Да. Мешь, две. Вот так вот? И так сидишь. Первая. Вторая. А, раз, раз. Зачем ты переключаешься? Расскажи. Руки еще привязываются. Андрюха, у тебя в проводе тоже так? Нет, нет. Руки привязываем, руки привязываем. Руки привязываем? Да. Пристегиваются к таким штукам на руках. Для того, чтобы руки не вылетали с машины в случае чего. А, я понял. Да, вот это, короче, да, пристегивается. Да, это какая-то машина, сука, для каких-то непонятных вещей. Тут привязала, тут эта хрень. Там парашюты. А, вот это. А как ты их достаешь? У тебя шутки впереди. Стой. А, вот поэтому ездит, она им удовольствие доставляет. Ну, Андрюха говорит, что удовольствие заканчивается... Я пустил, я, что в тогой. Что удовольствие заканчивается на скольки там, ты говорил, на каком-то стритовом ГТРе, да? А на промоутах уже это, бля, неудовольствие. Удовольствие я не получаю, точно. Страшно, сука. Да-да, бля. Нет, если ровная трасса, вот в Санта-Поди, без проблем. Как я говорю, можешь сигарету гоп взять и пить. Ты видел, они тоже едут ровно-ровно, потому что что-то случилось. И в стену на 300, тоже не очень приятно. И нам уже случится что-то. Нет, ну, да. Ну, да, не очень приятно. Нашим партнерам Дузька Захиджима. Йорик, вы ночь, пачок. Йорик, пачок. Прикольно, спасибо. Смотрим. Газ нажал, короче, класс, передача переключилась. Сейчас происходит уже вручение предыдущего дня. Верфи, фоточки. Смотрим. Серега, поздравляю. Красавчик. Что тут у тебя? Сейчас еще будет или... Еще один? Да. Красава, молодец. Первое место. Молодец. Аплодируем, друзья, аплодируем. Красава. Доволен? Да. Фоточки на память, спасибо, идем дальше. Серега, поздравляю. Красава. Молодцы. Молодцы. Еще третье место, третье место. Все равно. Гамалинский, Денис, третье место. Солоченко, Сергей, второе. Пошли, нам починиться еще раз. Все будет нормально. Спасибо. Давай, дядька. Сергей, что-то вы такой нахмуренный. Поздравляю. Пожалуйста, мне все спасибо. Не, ну я понимаю. Иссы, очень быстро, пожалуйста, как вы умеете. Слава, это в моде. Хороший день ваше авто. Вот такие снижения, большие. Что с последнего заезда делали? Немножко уменьшили. Посмотрим, как же. Давай. Установили драги промот. Посмотрим на результат. Они спустили, немножко уменьшили, точнее, мощность. Особенность драгрейсинга в том, чтобы максимально, оптимально отрегулировать все параметры. Мощность, зацеп, давление в колесах. В общем, каждая мелочь влияет на эти самые заветные секунды. Вы видите прогрев резины. Очень сложно ловить этот автомобиль. Вы видите, когда очень много мощностей. Как заезд? Уже сегодня из-за того, что всю ночь шел дочь, но зацепа нет. Вчера была отличная, сегодня он не сможет. Пока лучше 9.1, да? Да, 9.1 лучше. Ну все, давай. Как вам восьмерочка, ребят? Зацените. Короче, ребят, в этой восьмерке порядка 700 лошадей и мотора ТВ-ка установили в районе ГРА и вот ГЛН. Я уже не поехал на 50-х цилиндров. Ну, спасибо, потому что, ну, ни х**а. Игорь Коряка. Номер 40, Тесант ЖТР. Олег Борвуль из Тарькова готовит эту Ниву ездить. Олег, нормально. Ну как? 9.3 нормально. Нормально уже, да? Уже до 8. Булей-менед. Сколько время? Слабое время, машина в аварийный режим. А, я понял. Ну, лучше 10.1, да, или сколько? Лучше 10.4. А, 10.4. Вообще, этой машины какой лучше? Эта машина, это первый раз машина. А, я понял. Серега, сколько? У меня, х**а, реакция 10.3, б**ть, ну, не хватило. У него 9.6, 1400 сил. Ну, е*****. Ну, Игорюня, у него сегодня день рождения, Игорюня. Это для тебя, Сержио. Братко, ты понимаешь? Ну, что? Ну, а пока муфта живет, ну, я старт не сильно стартовал, чтобы не убить сразу муфту. Давай посмотрим, сколько? А, 9.6. 9.6. В принципе, так же, примерно, как и ехал тогда. Ну, я щадящий старт делал, поэтому он улетел от меня. Понял, давай. Ай-яй-яй, что-то не пошло у Игоря, коряки. А чех выпал? Может, не глушить, чтобы коробку там... А как она могла не поехать? Только по аварии, по степи могло бы. Ниграя аварии не было. Не выскочило ничего? Нет. То есть, ощущение, что она прилипла и стала. Да, она все работает. Странно. Ну, как же круто, а! Первое место есть, но мотора нет. Это я и подозревался. У него уже был на издыхание. Уже слишком много заезда. Называется, на последних вырвал. Все, раз вычекаем, он нам дадут результаты с финишем. От 32-го Sky гонки закончились. Гонки закончились первым местом. Но мотор придется ставить новый. И вот такой беспощадный трек. Есть время? Есть время, нет. И не будет? Не будет. Ну что, Олег? Перезаезд надо делать. Времени нету, нету. Перезаезд. Как в прошлый раз? У него был фолькар, помнишь? Так у него мотор сгорел. Как перезаезд? Значит, я прохожу дальше. Они меня в прошлый раз не дали перезаезд. Помнишь? В этом, в Умане. Помнишь? Там было два фолькстанта. И не было времени, да? Не было времени. Перезаезд. Правильно? А они не дали мне перезаезд. Давай-ка попротивуем Игорю в раме. Здорово, мотор. Ой, ерой. Но этот мотор не выдержал. Игорь, по трагедии тебе. Пару фолк. Скажи нам, кто там вообще, да? Андрей, спасибо, что ты есть. Мы делаем такие прекрасные соревнования. Очень приятно, приведем тебя. Ты реально молодец. Ну, насчет настрадок. Членов ждет другой выход. На конце спорта. Ничего долгодечного не бывает. Все нормально. Все хорошо. Хотя бы первое место, кажется, было. Да? Я разумею, Гробловская! Аплодируйте, аплодируйте. Ваша голова, глава, собакуешься. Который стоит 565 долларов. Спасибо. А Крипстер и вас проводите на... Что там? На локацию. Все хорошо. Все хорошо? Вон она. Дырка, посмотри. Вон она. Вон она. Вон она. Вон она. Вон она. Ого, ничего себе. Да-да-да. Жесткая штука. Итак, друзья, на наших соревнованиях, только на наших, можно прокатиться на вот таком вот ламбоджине, куракан, который стоит 460 долларов. Можно сказать, что внушка, в боку духовности. Вот так вот. Как ощущения? Спасибо огромное, Андрюха. Чтобы вы с миром зубили, Андрей не проходил у нас вытвести 195 км на годину. Вы, наверное, быстрее ездили? Максимум было там 120 км. Но теперь у вас рекорд 195 км. И то, что было у нас с Sony PlayStation, да? Вот это подставка будет перезаезд. Вот будет перезаезд. Подставка уходим его. И катонка есть. Ага, и кто катонка, батарею. Давайте посмотрим, будем переживать сейчас, что это все делается. Вот и круто. Супер шут. Все, не надо. Что там? Мне надо было просто выиграть. Я не поехал специально. А, ты не поехал? Ну, надо. Он слабый. Ну, я не мучил машину. А, хорошо. Ну, что, ребята, гонки подошли к концу. У последнего участника из Литвы, по-моему, я точно не помню. Но вот этот вот странный автомобиль, маленький такой дракстер, у него лопнула рама, представляете? И, видать, настолько все плохо, что они его даже не могут загрузить. То есть мы там простояли, минут 40, наверное, прождали, хотели посмотреть, но не смогли. Поэтому, соответственно, гонки закончились. Вот, результаты все вы будете видеть тут. А мы, мы находимся в ламбе, в ламбе Андрюхи. Протестируем ее немножко по Луцку. Да, Димон, что скажешь? Порядок. Люди ждут уже, чтобы ты выехал. Поехали. Будем туда выкатываться потихонечку. Очень интересная машина. Мне показалось сначала, что она мягче, чем Геттер. Но Димон говорит, что Геттер мягче. Короче, мы забили в этом году обязательно четкий обзор на вот эту ламбу. Понаваливаем на ней по Киеву. И я вам расскажу все свои впечатления. А на этом мы видос с Драга в Луцке заканчиваем. Я надеюсь, что вам понравилось. Вот, конечно, извините, что не было съемок с дрона. Не получилось, запретили. Вот, военный объект все-таки как-никак. Но надеюсь, что получилось передать вам атмосферу, что самое главное. И эмоции пилота. Ну что, едем на Киев. Пару слов Андрюхе по поводу прошедших гонок в Луцке. Андрюх, что скажешь? Какие мысли? В мысли? Организация чуть лучше, чем была в Умане. Участников интересные больше. Много технических ходов. Много машины сломалось. Как бы этап вроде как интересный. Но из-за поломок немножко увидели, конечно, всех самых интересных заездов. Ну, выиграл 3-4 ГТР. Это хорошо. Я его настраивал. Помогал собирать. Поэтому, как бы, хорошая новость. Вот, сломался у него двигатель. Но такое дело уже должен был сломаться. Сломаться уже много раз. У нас уже много заездов очень сделал. Скажи, а часто, да, происходит, что столько много участников испытывают технические проблемы со своими машинами? Да нет. Обычно всегда в начале сезона первые гонки. Первые гонки две. Много поломок, потому что люди только начинают привлекать к машине. Устранять всяческие проблемы. Поэтому много технических сходов. Ближе к концу сезона, к концу лета, к началу осени уже более стабильные машины едут. Вопрос еще такой. Sergio 9FF вообще ездит без проблем по всем чемпионатам. Занимает места, никаких проблем. Во-первых, корж достаточно надежный. Во-вторых, он едет 10, я еду 10, 2, 10, 3. Это не такое время, на котором может быть много поломок. Допустим, когда ты начинаешь ехать меньше 10, тогда уже 9, 2, 9, 3. Тогда уже и на Porsche начнутся проблемы. То есть все зависит от того, у каждой машины есть свой какой-то лимит времени, на котором она еще достаточно безопасна едет. Потом дальше уже все ломается. А вот если GTR настроить на такое время типа 10, низкий, он будет меньше ломаться, чем когда у него время без до 9, 10. Я думаю, Porsche будет надежнее. Все равно, да? Да, там и мотор. Ну, мотор, пофиг, ГРТ тоже очень крепкий. А вот коробка, конечно, у Porsche крепче. Ну, понятно. Ладно, спасибо за комментарии. А мы продолжаем двигаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!